И вот они всем миром пытались лишить дееспособности молодую женщину, и на самом деле ее слова никто не слышал. Вот лишим ее дееспособности, не будет никаких проблем. Но, кали ты уже народишь, и мы у тебя заберем дитя. Я говорю, я не разумею, чему. Они не разумеют, чему я не разумею. Мы живем у громадствия, и сейчас мы не знаем, с чем могут затыкаться люди побачь с нами. Это правооборонный подкаст «Вясна преде». С пачатком кожной декады месяца мы будем расповедать про разные истории, разных людей, які живут в Беларуси. Мне подается, что инвалидность – это первое, про что можно подумать, кали мы скажем про уразливые группы. Таму первый выпуск подкаста мы присватили людям с инвалидностью и тому, с чем они могут затыкаться. В тягом этого выпуска загольных темов мы будем пахлубляться у темы больше схаванные, которые не лежат на поверхне. Кали запытаць у средне статистичного человека, яке есть проблемы у людей с инвалидностью, я думаю, что он откажет что-то про отсутность пандусов и бордюров. Конечно, это важное питание, але проблема инвалидности не вычерпывается только темы безбарьерного сяродя. Хотя и тут не все так гладко. В Молодечном мы ездили, новый спортивный комплекс, совершенно новый. И нам местные органы власти показывали, хвастались. Вот смотрите, тут у нас пандус, тут у нас туалет для инвалидов, тут у нас все есть. Отлично, мне понравилось. Я говорю, хорошо, давайте пойдем посмотрим раздевалки тренерские. Сразу ступор. Они даже не думали о том, что человек с инвалидностью может быть тренером и тренировать какую-то команду, в том числе инвалидную. Что ему нужно в раздевалке раздеться и помыться. Гэта разповедал Яуген Шелка. На парламентских выборах 2019 года он был кандидатом у депутаты и, дарачи, одним кандидатом на инвалидном вазку. Але у парламент он не потрапил. Правда, туда не потрапил никто с непрадержавных кандидатов. Але у выпадку с Яугеном гэта было б цикава, потому что опошний и один раз депутат на вазку был каля 30-ти годов тому. Инвалидность – это не только тема физичных барьеров, але и тема доступности. Наступные трехвилины пропоную послухать истории некольких людей на гэта конд. Самый старший у нас Андрей, ему 56 лет, но у него первая группа инвалидности, и мой муж является его опекуном, потому что в душе ему лет 5-6, как ребенок себя ведет. Он всю жизнь прожил дома, в четырех стенах практически не выходил на улицы, но он абсолютно десоциализирован, и большая часть его инвалидности связана именно с тем, что его никогда не пытались адаптировать. Я не уверена, что его невозможно было научить читать и писать. Ну, то есть его никто и не учил. Он был обучаем. Просто сейчас в его возрасте я не знаю, что мне стоит многое менять в его жизни. Он уже привык к этому. Тогда, когда он родился 56 лет назад, мой муж говорил, что его матери говорили, отдай в интернет, зачем он тебе нужен. Ну, вот так. Вы почали голосы Майи Церакуловой и Майи Самиракяна. Тема социализации важная для инвалидности, але тут паустае пытание эдукации, ну и далее травмание профессии. И тут так само не так все просто. У нас в Украине есть список незабороненных профессий для людей из инвалидности. Все остатние профессии заборонены. Я не памятаю весь этот спис, але меня уразила одна позиция в этом списке. Мне пропоновали быть сборщиком лазы. Я не ведаю, где якую лазу сбираюсь в этой люди. Я могу уявить, что это напылно тяжкая физичная праца. Не вяда, али мне вельми цикава. Я с радостью пахутарыв со сборщиком лазы, али мне нек не выпадала. Меня зовут Надея. Я с инвалидностью по зроку. Мрэк. Яны дали только две специальности, на яке я могу поступать после 9 класса. Это была юриспруденция и выкладчик для школьной эдукации. Что-то такое. Вось, я вырошу... Ну, не я, а меня. Моя мать мне помогла вырошить, что лучше гэта юриспруденция. Али, когда я уже хотела продолжить свою эдукацию в учебной установке, то той же мрэк. Яны мне отказали, что яны не могут мне дать дозволение на выучение на юриспруденцию в учебной эдукации, потому что не хапае моего зроку для гэтага. Але ничего моим станем моего здоровья не изменилось за гэтые годы. Але просто у них некие вельми допотопные инструкции, может, с советского часа засталися. И вось, когда яны дозволяюць вучаться на середнюю эдукации, то на выучающую уже нельзя. Я вам скажу даже на личном примере, когда я брал такое направление, меня задали вопрос, а как же ты потом будешь на коляске бегать по этажам за должниками, как адвокат? А почнем казау Сергей Дроздовский. Не глядячи на гэты, юридычную эдукацию ё натрымаў. А потом сварыў офіс по правах людей з инвалиднастю, які оказываю тым ліку юридычную патрымку людям з инвалиднастю. Адноч, я завітала офіс, каб больш давядацца про проблему адабрання дзятей у людей з инвалиднастю. Дарач, ўже тут бачны некие... Ну, я б назвала гэта сюрреалізм. Вось одна з гісторый на гэты конд, яку я распавел юрист офиса Олег Граблевский. Жанчына потелефановала, плакала, што вызываюць на комісію ў школу, што будуць ставіць насок на соціальна опасная палажыня. Я пытаюся чаму? Тому, што я не удзельнічаю ў радзітельскіх сходах. Пачаму вы не пасіщаеце радзітельскіе сабрані? Рэна кажа, а тому, што я не могу на каляскі заехаць ў гэтаю школу. Там нема пандуса, нема таго, кто мог мне да памахчы. А добрані дзяцей ў людзей з інваліднацтю тема сама па сабе складанная і даволі хрунтовная. Нельха забіраць дзяця ў сям'ї толькі на падставі дыягнозу бацькі альба маті. Але, што можа быць і з самім дыягнозам? І як яку ў воглі можна трымаць часам? Вось яку іх історію распавел Олег Граблевскі. Цікава, што пра яе ён давядався в выпадкова, калі паехаў на суд ў Столін. Мы сідім ў холі суда, ў калідоры. Мне мусіць выклікаць ў якасті святкі. Са мной сідзяць людзі. Вось, іде чалавек па калідоры. Стала гаў зросту. Са мной пабач сідзіць дзяўчына. І ён кажа ў голас. Ну, калі ты ўжо нарадзіш, і мы ў тебе забярым дзяця. Я нічога не зразумел. І ён прашоў. Ана не главу панурыла дзяўчына. Я кажу, а што гэта было? Ана кажа, так ў меня ж такі дзяўнас. Дзяўчына, якая працюе ў Мінску, мая дзяўнас. Лёгкая ўмстня адсталаць. Я кажу, а чаму ў вас такі дзяўнас? А пабач маці я сідзіць. Она кажа, ў нас ў ва ўсіх такі дзяўнас. У вёскі ўа ўсіх такі дзяўнас. Я кажу, я не разумею, чаму. Ані не разумею, чаму я не разумею. Дзяг чаму? Таму што ўдавіць гарадок вазіць ў школу далёка. А школа для дзяцей з психофізічныя адсталаць. Тут пабач. І нам казалі за ўсёды. Ну, наво, што вам вазіць туды далёка, калі тут школа. Ну, будзіць ў вас этот дзяўнасы будзіць. І ў меня такі дзяўнасы. Людзі про гэта за адсутнасці доступа до нэрмайныў аддукацыі. Ну, им так празіць. Это зразумела. А тепер гэта вылілася ў тое, што... Калі ты радіш, кажа, психіатр, калі мы ўже ў тебе прідём забирать. І таму гэта людзі, маладэе жаншыны, вымушаны просто утікать. Атуль меняць міцца жыхарства, скрываць сваю гэтаю инваліднаць па психіатры, ба на працюш не возьмуці. І вучыцца махчымысті нема таксама за гэтага дыплома. І так і живут цю падпольле. А што, калі ёсь лёгка умственна адсталаць, то ва университэт нега паступіць? Ні. Ну, я потам став размавляць з гэтай маладой жаншыны. Ну, я спытаюць, а дзе вы працюеце? Як вы жывеце? Кем вы вогулі хочыце стаць? Іна працюе ў евроопці прабіраўщыцей. Іна каже, я хачу вучыцца на повара. Я каже, така чаму вы не вучыцца на повара? Эта не университэт. К тому, што ў мене дыярнаць, каже яна. Цікаво, ось-вось яна школа, так? Яна пасвечуня спеціальна едукацій. Альпенская базовая школа. Им пішут дыярнаць, лёгкая ўмственная адсталаць з полной соціальной дыязаптаціей. Гэта значыць, чылэк вогулі нічога не умее і не можа умець. І он полный. Я читаю. Соціальна бытовая оранцеровка не вывучала. Соціальна адаптація не вывучала. Ну, хто виноват? Элементы эрифметики не вывучала. Математика не вывучала. Комунікація не вывучала. Тобок їм просто гэта не... Программу не вывачала. Тому, що їх лёгкая ўмственная осталась. І думаєте, ай, наводж, то сі рома нічого не зрозумеється. Ну, вось, бачите. Это диплом об адаптація. Не тому, що ён... Это педагогіческая запущенность называется в психіатрии. Есть такой термін. Ёс такі діагноз. Психічіський здоров, соціальна педагогіческая запущенность. Тобок просто чоэк не дарі ему доступ до адаптація, тому я нічого не веде. Так. Глядість на то, як їх выховывалі, як і выкладалі прадмєты, я не думаю, што гэта праблєма не з'явіліся ў ізвычайного чалавєка. А не развіліся. Дзякуюча гэта адаптація. Гэта гісторія мені моцна уразіла. Я задалася пытаннямі, як працює дзержавны механізм і як могуць мяняцца лёсы пры сутыкненні з ім. Я папраціла распавісті Сергія Дроздовскага пра гісторія, яке б адлюстровувалі нашу ручаісність і паказувалі яе як бы сюрреалістічний бок, яке має місцца біць. Я нараспавіл ніколькі гісторі і, забіхаючі на перец, скажу, що амалю все гісторі зв'язані з дея з дольністю. І пропонуємо їх послухати. Історія перша про жанчину, яка оскарбілася на поліклініку. У нього були расстройства, у нього були нарушення здоров'я, ну, собственно, у кого їх нет. І це об'єктивно було ясно, що она недополучала в поліклініке тех услуг, які їй нужны, той поміщі, яка їй нужна була. Она сталкивалась з равнодушием, сталкивалась з непониманням, сталкивалась иногда з откровенним хамством в її адресу или грубостью в її адресу. І она жаловалась. Естественно, она чоловік з такой активной жизненной позиції. По каждому сущу она жаловалась. Ну, ввиду ці особенностей, іногда її жалобы були в стихах. Почему бы нет? Чем це закончилось? Тем, що главврач поліклініки, возглавляючий орган опеки, подав на нього на рішення деціспособності. І суд... Можливо, сутяжничество – це одна із особенностей шизофренического спектра. Можливо, поїдно? У нього не шизофрения, у нього другое нарушення, але, к большому счету... Смотрите, тут вопрос такой, що для суда було б дуже важливо розбираться именно... А можливо, вона була права? Можливо, реально чоловік жаловался і не знаходив справедливості по своїм жалобам, да? Але суд займався не цим. Суд займався тем, що взяв данные експертизи судебної медичної, котре установило, що да, у нього є в такій-то степені нарушення, зв'язані з психіччим здоров'ям. Але с цим нарушенням она прожила практично всю свою жизнь до цього. І благополучно жила, да? Опять же, проблем с соседями у неї не було, например, да? Для соседей она не була такой опасной. Забук, іна вся життя вела соціальне життя з гэтым вось порушенням психічним, як тільки іна сутыкнулася з тим, що... С недовольством системи, да. То есть, як тільки она помешала системе, система мгновенно, практично, неизбежно, уаспользовалась вот этим самым своим методом принуждения, да? Отняли у неё дееспособность, причём на основании того, что она не критически относится к своему убеждению. А что это такое? Он не критически относится? Вот мы пытались, наш юрист Олег участвовал в суде, и пытались задать вопрос суду. А что же суд считает убеждением? И что, каким образом суд считает правильное критическое отношение? То есть, ну, если он за это лишает человека дееспособности, да, то, значит, какая-то ненормальность в этом есть, да? А где же тогда вот это линии нормального критического отношения? Это первое. А второе, что такое убеждение? Как мы за убеждение человека можем судить? Ну, суд оставил это вообще без внимания. Убеждение, само слово, оно и указывано субъективностью, в принципе. Убеждение на все досубъективное, нема объективных. И в уголе там сучастная постмодернистская философия скажет про то, что нема ничего объективного, все субъективное, как бы, и что тут, и как можно некритично становиться. Слушайте, это так, но с точки зрения прав человека, белорусская конституция говорит, что всемирно уважает права человека. Сказано, что человек имеет право иметь любые убеждения. Это сфера, которой, в принципе, никто не вправе касаться. И нести наказание за убеждение, есть тот самый нонсенс. Вот это уже за гранью, вообще говоря, нормы. Вот это уже за гранью прав человека. И это вот совершенно точно очевидно. это тот самый сюрреализм, который вот в этой ситуации может проявиться. И что дальше оказалось? Дальше эта женщина оказалась в интернате, она потеряла свою квартиру. Это означает, что выйти из интерната и уже некуда. Система применила принуждение по отношению к ней. Вот тут оказалось, что она лишается всего и оказывается за закрытыми дверями интерната, где ей даже запрещено иметь карандаш и ручку. Я к СИЗА, там так само ручка, нелега каплю, люди не скартились и не писали скархи. Точно. Но здесь это объясняется якобы тем, что она не контролирует свои жалобы. И вот здесь вот у нас всегда вопрос возникает большой. А кто-то разбирался с этими жалобами? То есть, в принципе, почему бы не разобраться с существом этих жалоб? Не формально, а именно по существу. Ну, в конце концов, знаете, если мы живем в обществе, где право обращения граждан защищено государством законным способом, то почему здесь тогда у нас такие грани вот этой вот беззащитности человека? Давайте трошки распавядзем пра психоневрологичные интернаты, куды трапляюць люди, кали их паспавлю дездольности. Гэта закрытая установа. На самом реч, мне вельми хацялась с устреццей, зарабить интервью с человеком с психоневрологичного интерната, але гэта, я думаю, что амаль немахчыма, потому что туды вельми склада натрапять. Ну, и вось у интернатах многие люди там застаются на все житё, закрытые от граманства. Будучи не дездольными, яны не могуць здесь снять некие юридычные операции, володыць грошимы и майомысьцю, працаваць, канешне, набываць нешта, абираць месты жыхарства, удзельничаць у выбарах, хаця тут яка уже розница, ну, и шмат чого ясчэ не могуць. У гэтых историй, яку распавелся Ргея Драздовске, жанчыну пазбавилі дзе издольности, якбы спрычына яе актыўнасті. Але, бывает так, што можна нават і гэтых не робіць, і апынуцца ў такой же сітуацій, чому свечыць історея другая, пра мушчыну, які просто жыл. Пожилой мужчина, который имеет достаточно серьёзные последствия контузии, то есть, ну, приобрёл инвалидность по своей службе предыдущей. Ясно, что ему и так непросто живётся, то есть, он преодолевает свою инвалидность, в общем-то, живёт, но человек самостоятельный, в принципе, нет даже оснований думать про какую-то опасность его или ещё что-то, да. И вот он к нам обратился по поводу того, что кто-то инициировал процесс его лишения дееспособности. И вот для нас это было очень вообще удивительно, да. Вот живёт сам себе человек, да, причём в такой ситуации, что вот он недавно лишился своих престарелых родителей. Для него очень серьёзная драма. И вдруг он выясняет, то есть, к нему приходит буквально без милиции, приходят повестки о том, что он обязан пройти судебно-медицинскую экспертизу, да, которая в последующем будет основанием для суда решать, лишать ли его дееспособности или не решать. То есть, вот человек жил-жил-жил. Такое, кто-то подал, вот как это, в сталинские репрессии, кто-то настучал и... Ну, подобно, что ли? Вот такая вот ситуация. То есть, кто-то убедил прокурора местного, да, в том, что он должен воспользоваться своим правом, у прокурора есть право подать в суд на лишение дееспособности человека, да. Кто-то убедил. У нас вот в белорусской ситуации, видите, нет возможности узнать, кто же убедил, да, кто был этот человек, каковы были мотивы этого человека. То есть, мы можем только предполагать, что, возможно, кого-то заинтересовал его хороший участок, которым он стал единственным собственником, да. Можем только предполагать, потому что других оснований мы не нашли. То есть, у человека за ним не тянется каких-то вещей, которые бы... могли бы хоть как-то характеризовать его негативно. Вообще нет такого, да. И тогда встает вопрос, кому это нужно и зачем это понадобилось. Ну, благо, вот скажем так, наша поддержка этого человека, юридическая и, в принципе, моральная, помогли ситуацию разрешить таким образом, что просто суд не стал рассматривать этот вопрос. Но я думаю, что сама машина, ну, система управления, да, не вмешайся мы, да, могла бы привести к тому, что у этого человека мог случиться просто срыв, мог бы впасть в какое-то депрессивное состояние, да. И было бы свечило про то, что и крас таки, и он не предан. Да, 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 да. Вот, значит, его следует. А так как он сам проживать не может, да, ну, куда его? То есть в этой же ситуации, если не находится опекун за таким человеком, вот при решении дееспособности, он отправляется в интернат. И это означает, что, ну, вот, в общем-то, освобождает он территорию для кого-то. Человеку, у которого избавлены деяездольности, повинен быть призначенный опекун. Им могут быть сваяки, а в выпадку, когда человек отправлен в интернат, опекуном заявляется директор интерната. В интернате может жить и по 800 человек, и у их у всех один опекун, директор интерната. У нас есть еще две кисторые, и она изно про деяездольность, и одна с доброй концовкой, а другая с умным протягом. Молодая женщина умерла бабушка и мама, которые ее опекали. У нее, ну, серьезное, в общем-то, нарушение, ну, серьезное, выраженное нарушение психики, но, в общем-то, не критичное, скажем так. И до 38 лет она прожила со своими вот родителями, со своей семьей, да, ну, в семье. Когда умерли мама и бабушка, ну, опекавшие ее вот родственники, осталась у нее самая близкая родственница и сестра. И сестра сразу же подала дело о лишении дееспособности. Благо, в этом вступилась семья ее дяди, они все медики. Они вступились именно за то, чтобы не лишать дееспособности. Они приняли эту вот молодую женщину к себе в семью, то есть предложили ей жить у них. Она, в общем-то, за полгода даже, ну, понятно, что, скорее всего, она раньше у мамы и бабушки была в такой гиперопеке. То есть они опекали ее, ну, чрезмерно. Она не работала, она была слабо социализирована, то есть, ну, это скорее результаты гиперопеки. То есть из добрых намерений мама и бабушка не давали ей, как бы, возможности столкнуться с этим миром. В семье у дяди, правильно, что, скажем, было выстроено отношение. Ей подобрали работу по соседству в офисах. Ей подыскали работу уборщицы. То, что модно так называется клинингом сейчас. И в суде, в суде, а это был целый суд из нескольких этапов. Сестра наняла адвоката, она привлекла органы опеки, которые выступали в поддержку лишения дееспособности. И вот они всем миром пытались лишить дееспособности молодую женщину и назначить опекуном сестру. При этом прямо в суде со слезами вот эта самая молодая женщина, которая лишала дееспособности, говорила, я не хочу, чтобы сестра была опекуном. Она меня не любит, и я ее не люблю. И она ко мне плохо относится. Я не хочу. И на самом деле ее слова никто не слышал. И, в принципе, если бы не настойчивость семьи дяди и то, что он приложил столько усилий и нанял адвоката со своей стороны в защиту, в поддержку этой девушки и обратился к нам тоже за поддержкой, я думаю, что ее бы все-таки лишили. То есть при отсутствии вот этого, скажем, силы на ее стороне, ее бы лишили. Никто бы не обратил внимания на ее слезы, на то, что она не хочет. Никто бы не обратил. Но мне было очень интересно то, что в кулуарах, когда я начал разговаривать с представителем органа опеки, у меня было очень интересно мотивы. Вот орган опеки, почему орган опеки выступает за лишение дееспособности, да? Что я услышал, в конце концов, ответ. Вот лишим ее дееспособности, не будет никаких проблем. Отличный подход. Лишим дееспособности, сестра отправит ее в интернат. А именно об этом сестра тоже даже в суде она сказала, что да, я намерен ее после лишения дееспособности сразу же отправить в интернат. Очень удобная позиция, то есть для органа опеки. Человека лишили дееспособности, отправили в интернат, и орган опеки спит спокойно. Нет человека, нет проблемы. В этой ситуации человек совершенно бессилен. Вот эта вот молодая женщина, да, мало того, что она живет с инвалидностью, это очень-то не так уж просто. Она прекрасно понимает, что вот у нее нарушение, да, и ей сложно в этом мире, она это прекрасно понимает, и это и добавляет ей тяжести. Так, вместо того, чтобы встать на ее защиту и поддерживать ее, вся система работает против нее. То есть тот же самый орган опеки. У сестры, ладно, у нее там был мотив две квартиры. А по сути, этот человек нигде бы не нашел поддержки. И я уверен, что если бы была возможность мониторить каждый из таких судов, да, то это не единичный случай. Вот лишение дееспособности по таким мотивам, и которые, ну, точно мы считаем, не имеют серьезных оснований. Так вот мы навык не можем помыслить, сколько таких ситуаций, на самом речи, вот прям зарыскали. Вы слухаете, как этот подкаст отбывается. Да, 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 да. Ну, мы даже, знаете, публичность сегодня нету, нигде не озвучено данных, да, сколько же человек, лишенных дееспособностей, было в стране живет, где они, как они живут. То есть, в принципе, все дано, скажем так, под контроль органов опеки. И вот наше взаимодействие с отдельным представителем органов опеки дает нам основания думать, что это совершенно недобросовестно. Для обывателя это значит, что людей лишают дееспособности, когда он ничего не соображает, ну, я так говорю грубым языком, да, не отвечает за поступки, ничего не может, с этим ничего не поделаешь, да. Так вот к нам обратился человек, который вполне осознает себя, вполне живет с этим. Был у него жизненный период, связанный с его психическим здоровьем, да, когда лишили его дееспособности. И вот он пришел к нам и жалуется, что опекун не заботится о нем, что он периодически голодает, одежду помогает ему, скажем, его одевают чаще соседи, там, какие-то добрые люди, чем опекун, да. Вот, и он пришел к нам что-то с этим сделать. То есть он даже не протестовал против лишения дееспособности своей. Он, ну, в принципе, с этим смирился, да. Вот, но говорит, что, ну, тогда мне нужен другой опекун, другой человек, который будет заботиться о мне по-другому. И в этой ситуации органы опеки никак, они не проявили никакого участия в жизни этого человека. Что интересно, вот к этой мысли о том, что он ничего не может. Он написал жалобу в прокуратуру, на что получал ответ, вы лишены дееспособности, поэтому ваши письма мы читать не будем. Это, грубо говоря, вот так было сказано. Что занимается некая эмоция юридичная, думаю. Да, да. И никто не попытался разобраться в сути содержания самого обращения этого человека. Вот. То есть, в принципе, формальный такой подход вот лишает. Ну, все, воронка, вакуум, человек не может никуда ничего сделать. Ну, и вот, знаете, вот набор ситуаций, которые мы видим, мы понимаем, что любой из нас в какой-то момент жизни, да, может оказаться в каком-то состоянии, положении ситуации, да, который кому-то позволит лишить дееспособности. Это не происходит, скажем так, сплошь и рядом, везде и всюду. Окей, но само по себе возможность такого явления, ну, в цивилизованном обществе не должно быть. С этим нельзя мириться. Идея социально ориентованная державы, это клопотиться про людей и допомогать ему в тяжких ситуациях. Идея добрая, але на практице усе може працаваць трохи инакш. Паслухам, ешчэ одну историю. Знаете, в Беларусской действительно такая есть у людей с первой группой инвалидности и старше 80 лет есть право на то, чтобы государство оплачивало помощь стороннего человека по уходу, по личному персональному уходу. Наши местные органы социально защиты имеют крайне претенциозные отношения. То есть, как это так, кто-то получает деньги за то, чтобы оказывать помощь. И поэтому в таких ситуациях мы сталкиваемся с тем, что местные органы соцзащиты устраивают такие рейды. То есть, они приходят к соседям, они ходят там по знакомым, скажем так, по окружению человека с инвалидностью и пытаются вызнать, помогают ли ему вот этот опека ему по уходу этот человек или не помогает. То есть, мы сталкиваемся с тем, что вот эти самые специалисты спрашивают всех, кроме самого человека, за которым ухаживают. Вот. И мы сталкивались с тем, что отказывают в уходе. Причем даже супруги отказывают, например, по уходу за своим мужем пожилым. Были такие ситуации. Отказывают. И тогда получается ситуация, в которой есть человек, который, ну, нуждается в уходе. Если ему не помочь сейчас, он завтра окажется в реанимации по вине, вот скажем так, социальной запущенности. И, в общем-то, тогда местные власти начинают присылать неких людей, которые они считают могут оказывать вот эту услугу по уходу. И вот одна из наших жалоб была, что прислали, ну, во-первых, сам подход, да, когда пожилой женщине присылают мужчину в качестве ухода, например, в ванную оказаться, памперс поменять, еще что-то сделать. каким образом можно так вот прислать человека. Ну, это вот просто как в чью-то голову могло такое войти. Но мало того, что эти люди находятся вот из тех, которые обязаны к трудоустройству. То есть, таким образом, местная соцзащита пыталась решить убить двух зайцев сразу, да. Обязанные лица? Ну, это не из обязанных лиц, а из тех, которые ведут, как это называется, асоциальный образ жизни. И тогда они находятся под особым надзором, скажем так, и местные, и участкового, и местные органы власти предпринимают тогда действия для того, чтобы наладить его жизнь, то есть, трудоустроить и так дальше. И вот очень удобно, скажем, подпихнуть такого человека. Он сразу перестает числиться, скажем, безработным, тунеядцем, еще кем-то. И с другой стороны, и этот самый инвалид перестанет как бы обращаться, потому что у него есть ухаживающий. Ясно, что так это не работает. Ясно, что это сходу порождает конфликт, это сходу порождает дикий стресс у той женщины, которая к нам обращалась. То есть, сам подход, когда местные органы власти наделены таким вот бесконтрольным властью, именно властью на ситуации, когда они могут распоряжаться чужой его человеческой судьбой в такой вот ситуации, казалось, совершенно бытовой, делают это неквалифицированно, потому что, ну, могу сказать, что даже отобрание детей происходит не со зла. С заботой. Да, да, да. Это выглядит, знаете, вот когда не коснешься ситуации, выглядит это достаточно формально. То есть, если читать просто постановление, да, уход, человек по уходу, пособие, там, время, и так дальше, и так дальше. В жизни на практике это чаще всего касается совершенно интимной сферы, помощи человеку. Ну, человек такое может допустить, скажем, где-то в реанимации, отношение к себе, ну, или обращение с собой, да, но в обычной жизни это невозможно. То есть, в обычной жизни это строится только на доверии. Как я гэта бачу отрымливаться, это полегайна концепции заботы. Мы заботимся про гэты пожилую женщину, яку треба допомогу, и про гэты человека, який был, ну, як яны, кажусь, маргиналом, махчем я губал алкогольная залежность, вось мы его працалатковали, кап, и вот это, и того працалатковали, и женщине допомогли, а, речь-речь, мы находимся у ситуации, калі никто не хоче гэта грабить, я думаю, што гэта мужчина так само не хоче менять памперсы, а женщина не хоче заим бачиться, и вы неко все покутывались, на самом деле. В итоге всем плохо, и человеку, и ему, и в конечном счёте органов соцзащиты, на которых обрушился шквал её жалоб и негодование справедливого. Мне поддаётся, нек, у нашим белорусским контексте, заусёт до идея блатанина, понятка, право свобода и обовязок, тым леку право на труд, это ж право, але, як мы бачим, и той же человек, який працую с той женщиной, как менять ей памперсы, потому что его працегнули, это ж отрымливается, его обовязали працелывать, он не мог отмовиться. Принудили, да, 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 то есть применили столько, скажем, способов на него воздействия, что он пошёл, бедолага, и не хотел, но пошёл, может быть. Да, вот, слушайте, у нас это постоянно возникающие споры, это просто вот вечная такая позиция, когда мы говорим, давайте поговорим о правах, со стороны государства всегда почти, почти всегда возникает ситуация, и об обязанностях давайте поговорим, то есть в принципе для государственной машины или людей, которые в этой машине считают себя государством, вот есть такие у нас типажи, которые говорят, государство это я, для них права это лишь последствия обязанностей, то есть то, что я могу сделать вывод, да, в их логике, права это лишь необходимая часть для того, чтобы человек выполнял свои обязанности, никак не наоборот, вот, и конечно же это прямое противоречие логике прав человека, то есть так работать не может, но эти люди во власти все свои решения выстраивают именно из этой концепции, да, что считают людей обязанными, а их права это вторично, ровно до той степени, пока ты выполняешь свои обязанности, вот, во многом это и объясняет, вот скажем, вот такие вот взаимоотношения, человек и государство, во многом, да, права и обязанности, вот еще хотел пример привести, есть конвенция правах детей, это одна из самых, скажем так, подписанных всеми государственными конвенцией, но в белорусском законодательстве появился закон о правах детей, и там есть отдельная статья обязанностей, вот это тоже обязанности детей, обязанности детей, родителей не уважают, где эта грань, уважение или неуважение, и что делать с тем, если он все-таки не уважает, что с этим делать, отобрать ребенка у самого себя или у родителей, знаете, это как бы действительно за гранью логики, за гранью вот абсурда, да, то есть, когда попытка использовать свою власть для прописания таких вот законов, и обязанностей, которые противоречат в принципе логике. На этом наш выпуск подходит до завершения, и памятайте, что все истории, какие вы подчули, это про то, что так быть не повинна. Аля меньшая, что мы можем зарабить, это ведать про то, свет людей, які живуть побачь с нами. На этом я с вами разведываюсь. Бывайте!